Так, ребят, всем огромный привет! С вами Роман Шкудер и сегодня мы посмотрим рынок криптовалют. Значит, у нас по битку, я в прошлом видео говорил, что жду 50, немножечко мы не дошли, немножечко мы не дошли. До 50 выкупились 53,5. Я думал, вот эту зону мы протестим и после этого будет импульс. Но видим, что вот здесь, возле этого уровня, обратите внимание, 56,600, ложный обратно, еще раз ложный, еще раз обратно и отсюда уже начали выкупать. То есть, очень красиво, но я думаю, уже биток нормально вырос, там где-то как раз цель была 65,66, вот эта вот зона. Может быть какой-то откатик. Ну или мы пойдем тестить уже хаи, то есть два варианта сейчас. Поэтому по битку выросли, кто брал внизу, отлично, просто шикарно мы там с ребятами в комьюнити брали позиции, долгосрочно брали, короткосрочно брали и так далее. На фьючах, на споте. Значит, давайте поехали по монетам. Полигонматик, смотрите, вот дошли мы до уровня экстремальной точки, вот она экстремальная точка в зоне 50 центов. Обратите внимание, в зоне 50 центов пробили, конечно, чтобы всех повыносить, кто брал здесь, кто брал здесь, ставили стопы, повыносили обратно. То есть, ну точка захода на долгосрок, она реально крутая, скажу вам так, реально крутая точка на долгосрок, краткосрочно. Возможно, где-то с целью 0,58, ну может даже оно и выше пойдет, тут нужно внимательно смотреть. Ну и стопы ставят где-то какие-то залаи, если хотите уже брать. BNB тоже выросла уже, дошли до вот этой вот зоны 583-585, откуда было начало падения. Ну, подход быстрый, но скорее всего после таких выкупов сразу любое падение выкупается. Думаю, что скорее всего будет пробивать, наверное, будем стремиться в зону 635. Думаю, где-то туда, хотя вырос он уже достаточно, ребят. То есть, вырос он уже на 130 долларов, это получается 30% слоу, это много на самом-то деле. Но может быть какой-то откат, если брать, то, конечно, только со стопами, только со стопами. А, В, Е, то же самое, но здесь картина чуть другая, смотрите. Дошли мы, даже сюда не дошли. Откат, хвосты, блин, ну смотрится он реально уже много вырос. Я бы, наверное, уже не лезть, может где-то вот отсюда 95, если смотреть, где-то вот 95-97. Где-то с этих зон, если где-то там будет точка, я бы, наверное, тут уже не лез. Реально, смотрите, S&P, кстати, кто не верил, смотрите. Исторический перехай, и мы, скорее всего, увидим и 6, и 6500, я думаю. И где-то вот оттуда, я думаю, где-то будет уже какой-то глобальный разворот. И, скорее всего, он будет в следующем году, в 25-м. Я думаю, где-то к концу 25-го года мы, наверное, увидим вот это мощное снижение. Потому что не может оно вечно расти. Уже с 2009 года рынок в тренде. Кстати, Ада. Вот Ада очень круто, очень мне нравится. Вот эта консолидация. Если вернется 0.42 и 2, вообще шикарно будет. Можно, если что, брать отсюда. Ну, стоп, вы понимаете, стоп сюда. В любом случае, если что. Ну, и цель будет где-то 0.50. Я думаю, вот эта зона. Кстати, надо ее отметить. Вот эта вот зона. Будет следующая цель. Я беру самый крайний. Потому что отсюда, понятное дело, но этот будет... Ну, тут зона будет уровня. Но я беру последний. Потому что, думаю, сюда будет стремиться. И отсюда может быть какой-то разворот или остановка. Ада тоже смотрится нормально. Алга. Круто. Смотрится так же. Алга. Я, кстати, смотрел его. Вон он пробил 0.15.4. И тоже. Видите? После сильного движения нет отката. Скорее всего, будет продолжение дальше. И, скорее всего, мы, наверное, пойдем. Кстати, мы еще тут не отмечали. Вот эта вот зона. Вот она. 0.2. Обратите внимание. Укол здесь. Здесь формировали. Вот подтверждение. Еще раз. Потом тут пробивали. Тестили. Тестили. И вниз. И отсюда начиналось это сильное движение. То есть, вот это действительно будет целью этого движения. Плюс вышли выше вот этой вот зоны 0.15. 0.15, 0.14. Обратно вернулись. То есть, как ложный пробой комбинации свечей. Кто знает, что это такое. И, скорее всего, наверное, пойдем дальше. Так. Что у нас по Атому? Атом тоже. Кстати, Атом я докупал, ребята. Честно скажу вам. Долгосрок. Смотрите. Вот это вот здесь вот сняли всех. Я думал, он сходит на 4.3. Но он не пошел. Я добрал. Добрал по 5 где-то и 5.88. У меня вход. Добор. Конечно, я не брал тут на лаю. Конечно, можно быть умным. Надо было брать здесь. Ну, надо было. Я там не брал. Я взял уже, когда было подтверждение. Я не ловлю хвосты. Я не ловлю вот эти вот падающие ножи. Как бы хотя точка. Ну, и цена. Просто 5 долларов по Атому. Я думаю, что мы уже, наверное, в ближайшее время такой цены не увидим. На рынке, конечно, может быть все. Я не буду там 100%. Этого не будет. Может быть. Но 90%, наверное, что мы в ближайшее время не увидим 5 долларов. Ну, разве что какой-то форс-мажор. Поэтому Атом тоже норм. Но уже ушел. Поэтому я бы, наверное, в хай, ребята, не лез. Может быть с отката там 6.3. Где-то вот сюда. Возможно там 6.2. Я бы так в хай. Конечно, может пойти и на 8. Но я в хай уже такое не захожу. Надо какой-то откат. В хай сейчас лезть такое. Акси. Акси. Значит, вот цель уже 6.3. Ряд на сопротивление. Поэтому вход такой. Лучше либо выше брать, либо где-то на откате может 5.6-5.4. Биткоин кеш, кстати. Мне вот интересно. Давно его не смотрел. Ага. Он снизился был. Все-таки аж дошли до 291. А это вот зона, наверное, верхнего вот этого консолидации. Да, у этой. Ну да, почти. Почти. Видите? Верхняя граница там 270-280. Чуть-чуть выше оно было. Подошли к этой зоне тоже. Вот здесь вот. И пока. Ну, а вот видите. Можно тоже отметить. Видите? Смотрите. Хвост. Консолидация. Ложность. Прямо сюда ударили. И кто говорит, что уровни не работают. Не работают, если инструмент неликвидный. Да. Или неправильно их чертить. Значит, 300-98 при пробое. Ну, или шорт смотреть, кстати. Ну, при таком рынке я пока бы, наверное, не смотрел. Или какой-то ложный надо обратно тогда, да. А пока сигнала такого на шорт нету. Ну, может быть, какой-то откат в моменте. Но это немного опасно. Вот, кстати, дот мне, ребята, очень нравится. Вот дот прям топ. Посмотрите. Любое падение выкупается. Такое поджатие. При пробое, я думаю, вот этой зоны. Смотрите. Я думаю, может, вот здесь может выйти 6.50. Или 6.58 лучше взять. Вот этот при пробое 6.58. Я думаю, он будет улетать. Поэтому тоже можно смотреть выше вот этой зоны. 6.58. Дот. Можно себе отметить. Я думаю, он пойдет в зону 7.7. 7.5. 7.7. Вот туда. Вот очень красиво. Наверное, сам буду сегодня смотреть. Очень классно. Стоп. Если что, сюда, конечно, немножко далековато. Но все-таки. Ну, или сюда. Вот тут два варианта. Вот сюда, либо сюда. Стопой. Значит, по BTC мы глянули. А, кстати, мы посмотрели BTC, да? Ладно, посмотрим. А, смотрели BTC. Значит, BTC прошел много. Пока не останавливается. Думаю, еще какой-то задерг будет. Может, даже на 69. Ну, и 72 там. Вот это шикарно. 72, 73. Вот эти вот хаи я специально тут отметил. 72 вообще будет идеально. Ну, тут если уже точно, то давайте. 7171. Вот это, если будет пробивать, то я думаю, что будет улетать. Значит, Dash. Dash, ребята, сделал, был исторический. Перелог Dash был, сделал. А я парафукал не взял. Кстати, сейчас вам скажу. Я что-то мне не очень нравилось вот это вот. Можно было купить вообще его очень дешево. Хотя мне его не очень нравится. Лучше взять какой-то более ликвидный. Типа 21 можно было взять. Вон он прошел. Думаю, вот будет сюда стремиться. Первая цель. 31. Ну, там 30, 32. Можно где-то глянуть его. Ну, тоже в хай сейчас. Если брать, конечно, стоп сюда. Ну, да. Но тут можно получить очень легко. Если, не дай бог, рынок в моменте развернется, сразу стоп. Это точно. Так, чуть-чуть хочу уменьшить график. Вот так. А, кстати, тоже экстремальная точка. Посмотрите, что EOS сделал. Но я его не люблю торговать. У меня вот там есть уже 4 года. Кто смотрел мои ролики раньше, я об этом говорил. Хочу нафиг выйти. Где-то там по долларов, думаю, согласен. Где-то выйти. Сейчас им скажу. По доллару, наверное, 9-10. Буду закрывать все. И забуду вообще об этом. Вообще удалю его. Своего списка. Больше брать его не буду. Значит, вот тоже экстремальная точка. Пробили, вернулись. Нормально. Но сейчас уже немного прошел. Как бы сейчас. Хотя, не. Ну, смотрится, ребята. Смотрится. Наверное, еще сходит. Тоже в хаю, блин. Ну, такие точки. Если брать что-то в хай, ребята, брать надо одно. Не все подряд. Потому что, не дай бог, если не пойдет, можно стоповно нахвататься. Эфир, наверное, будет стремиться в зону 3-800 сюда. 3-800, 3-900. Вот эта вот зона. Сюда тоже первое сопротивление есть. Но жмут. И смотрите. Нету никакого отката. Хотя, в моменте, ребята, с таких хаю как раз могут сделать какой-то в моменте отката. Например, там 3-350, 3-300. И вот отсюда будет эта точка. Я бы, наверное, не лез. Хотя, смотрится нормально. Может, еще немножечко сходить. Линк. Вот, линк мы брали с комьюнити. Мы добирали. Вроде по 14. Мы его здесь еще брали. На доборе. Вот тут точка была вообще идеальная. По 12. Там и 4. Смотрите. Хвосты. Это в долгосрок имеется в виду. Ну, вот, линк это получше. Если брать, то вот стоп сюда. И все понятно сразу. То есть, линк хорошо смотрится. Думаю, будет идти в зону 17-18 долларов. Мана. Так, поехали. Давайте дальше. Мана у нас дошла до зеркалки. Наверное, будет пробивать медленный подход. Скорее всего, пробьют. Но тоже нужно учитывать, что энергии уже немножечко ушло. Хотя, так набрали такой мини-локальный тренд. Видите, вот здесь локальная точка тоже. Была, кстати. Видите, вот красиво. Можно было с этой точки вот заходить. Прям шикарно. По тренду. Думаю, наверное, что пойдет в зону 39. Возможно, даже и на 48 пойдет. СНХ. Тут выкупили, кстати. Там выкуп был вроде с экстремой. Да, посмотрите, кстати, ребят. Посмотрите, куда мы пришли просто. Удар прям вот эту точку экстремальную. Посмотрите. Прям сюда. Обратно вернули. И сейчас цена вышла вот выше. Кстати, неплохая точка входа. Это, кстати, наверное, один из лучших инструментов, если на сегодня взять. И один из лучших, вот если вот это вот посмотреть. Вот выход обратно, видите. Ну, 1.8, правда, немножечко ушел. Вот туда стоп. Я думаю, что он должен где-то на 2.3 сходить. Тоже надо сейчас себе записать. СНХ, если я тоже сейчас запишу. Потому что реально неплохо. СНХ. Значит, так. Соланка. Соланка, Оксанка. Что у нас здесь? Ну, тут все красиво. Мы закрыли, были с комьюнити. Мы брали по 20. Позакрывались там и по 180, и по 170. Она может пойти и на 500, и на 700. Но я как бы решил, что с 8 долларов на 200. Там 25 иксов. Это реально много. Такие свечи, типа я как бы. Может она сходить? Ну, я что-то решил закрыть и правильно, наверное, сделал. А может и неправильно. Посмотрим. А с Соланом в моменте, ребят, тоже нормально. Если брать, смотрите, по зеркалке. Красиво 159, была точка. Ну, стоп можно и сюда поставить, если что. Сюда, может, даже не надо ставить. Может, это меньше. Она меньше волатильная, меньше ходит. Но меньше стопы можно поставить. Пэта. Вот это, кстати, тоже красиво. Красиво. Думаю, 1.9 пойдет. Ну, и так же. Видите, в хай, конечно. Блин, вот тут точка нормальная была. Надо было обзор писать вчера. Вчера было бы поярче. Сегодня немножечко ушли. TRX, кстати, против рынка ходил. Против рынка откатился. Скорее всего, смотрите, TRX есть такое сейчас правило. Когда рынок растет, TRX падает. А потом, когда рынок падает, TRX растет. Что-то, не знаю, такая корреляция есть. Поэтому TRX, конечно, упал. Но хотя не по тренду можно взять. По тренду глобальному. Ну, много прошел. Может, где-то я брал бы где-то отсюда. Может, 12,7. Или 12,2. Вот эта вот зона, может, где-то сюда. Вот сейчас как-то оно такое себе. Uniswap. Uniswap. А он, кстати, видите, слабее рынка. А вот это слабее рынка, кстати, никуда не идет. Рынок пошел, а он стоит. Может, он выйдет. Может, он выйдет. И тут точка тоже есть от 8 долларов плюс-минус. От 8. Ну, и стоп вот сюда. Если так, да. Но видите, он мертвый. Как бы он не очень ликвид. Значит, XLM. XLM 0,11. Кстати, подошли к сопротивлению по XLM. Но я уже бы, наверное, не лез тут. Потому что уже прям в уровень. Может, он сходит там 11,3. Но я, наверное, бы уже тут не лез. Лучше брать уже выше. Ну, или после ложного. Монеро. Тоже слабее рынка. Можно рассмотреть его. Но он очень такой. Видите. Пилит. Может, где-то 156. Ну, мало ходит вообще. Видите, XRP плюс 5. Ну, XRP, кстати, ребята. Вообще, ракета. Наконец-то он что-то по нарисовал. Там есть новость была от SEC. Что вроде прекратят преследование. Ну, прекратят дело против Ripple SEC. И он на этой новости вот выходит. Ну, нужно ему выходить выше доллара. Тогда он может куда-то улететь. Пока вот это вот не пробьется. Видите? Вот это вот все. Вот это консолидация. С 0.27 до там 0.9 образ. Ну, там плюс-минус 0.9. Вот это нужно пробивать. Выходить. Выходить надо не быстро, а медленно. Если быстрый выход, скорее всего вернут. Надо медленно идти. Вот так. Ну, такими свечами. Просто я потом резкий импульс прошел. Ripple, кстати, очень круто смотрится. Прошел уже много, конечно. Видите? Тоже уровни отрабатывает. Вообще, посмотрите. Здесь мы рисовали. Обратите внимание, кстати. Вот раз точка была. Вот два точка. Вот три точка. Все от уровней. Четко отработало вообще просто. Четко отработало, но прошел много. Я, наверное, бы уже не лез. Может, он еще пройдет. Ну, реально, для него 20% он за два дня. Ну, это многовато. Может быть, он 0.66 там дойдет. Как бы я 10% еще есть потенциала. Здесь у нас XTZ, ZS, кстати. Красиво. 0.87 есть уровень. Возможно. Ну, неплохо вот стоит. Смотрите, можно привязаться к этой точке. К хаю прошлого дня. Правильно? А не. Хай был выше, кстати. Хай был выше. Хай был здесь. Ну, вот это тоже точка такого локального разворота. Можно привязаться сюда. Стоп, например, сюда или сюда поставить. И, в целом, взять на продолжение. Нормально смотрится. В целом, рынок сейчас лонговый. Друзья, может быть, какой-то откат будет. Нужно внимательно, потому что много прошли. То есть, не прям там заигрываться с лонгами, потому что много рынок прошел. И все, кто хочет торговать крипту, акции, фьючерсы, открывать их в компании «Морские счета», ниже есть ссылочка на открытие. Значит, наши партнеры, поэтому могу смело рекомендовать. Обязательно ставьте стопы. Если у вас какие-то вопросы есть, пишите в комментариях. Буду рад за ваши лайки, комменты. Всем отличного дня, хорошей недели. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока.